Красивые рыбы-бабочки, летающие над рифами, тоже обманывают хищников при помощи окраски. У них есть пятно возле хвоста, которое иногда мешает определить, где у этой рыбы голова и в какую сторону она может помыть. Одна сбивает хищника с толку, бросаясь в противоположном направлении. А многие рыбы обманывают хищников, притворяясь частью рифа, который является домом для всех рыб, обитающих здесь. Каракатицы украшены изменчивыми цветными полосами, похожими на освещённые и затемнённые участки рифа. Они меняют цвет меньше, чем за секунды. Пульсирующие плавники каракатицы, её меняющийся цвет и неровная поверхность кожи не позволяют понять, где кончается её тело и начинается коралл. Он что-то возмущается ещё. И пока личник сообразит, каракатица уже улыбается. Каракатицам нравится. Наоборот, ему нравятся. Там яркие цвета. Самый талантливый специалист в этом деле – это осьминог. Он принадлежит в группе животных, возвращаясь к самому. Ой, на осьминога смотрит. Он ловит. Осьминога проводит большую часть времени, прячась от хищников в своей норе. Отсюда он защищает свою территорию от чужаков и высматривает потенциальную жертву. Он обожает трапу и различных манушек. И в панцире он может легко раздробить свою клюва. А Михрико в диване сидит, смотрит. Чтобы поискать пищу, тогда он носит множество костюмов. Изменяй как цвет, так и текстуру кожи. Подстраиваясь под карану. Ну, Леша. Способность осьминога менять цвет на жертву. Иди сюда. Большая часть его мозга посвящена только этой функции. Как ни странно, оказывается, осьминог самый умный из всех существующих беспозвоночных животных. Но когда осьминога преследует большой и голодный вишни, вроде котика, он отбрасывает всю свою аспировку, исчезает в чернильном облахе, сбивая с толку своего исследователя. И снова он растерлоскирован из зайца при помощи пумуфляжа и хитрости, обманул своего незадачливого убийцу. Только так выживают многие обитатели трагических каран. Все правительные каран. Продолжение следует...